Виталий А вдруг повезет? На это рассчитывают автолюбители, оставляя машину в неположенном месте. Мол, на поиск парковки уходит слишком много времени. Некоторые даже отдают предпочтение общественному транспорту, несмотря на наличие собственного автомобиля. Ну я не знаю, что делать с ним. Без заправки, помнишь. В воскресенье два автобуса разъехаться не могли, потому что машины паркуют с двух сторон проезжей части. Только дома. Больше нигде там, потому что везде написано, нарисован эвакуатор, заберут 5000 таких денег, пенсионеру нет. И действительно, сумма получается немаленькая. Штраф за парковку в неположенном месте от 500 до 5000 рублей. Плюс еще 2-3 тысячи за эвакуацию в зависимости от города. И стоимость хранения автомобиля на штрафстоянке от 28 до 78 рублей за час. Но даже это далеко не всегда останавливает водителей. Сейчас мы в районе Московского кольца. Нам нужно припарковать автомобиль, не нарушив правила дорожного движения. Мест совсем не хватает. Будем искать дальше. Мест нет. А дорожный знак запрещает остановку и стоянку транспорта. Платные парковки в этом районе города не предусмотрены. Их очень не хватает. Вы же видите, что творится. Тут надо идти срочно, и мне некуда поставить машину. И платных не хватает. Машин больше, чем парковка. Дороговато, но так как я приезжаю из Севастополя, мне деваться некуда. Я останавливаюсь здесь почти все время. Всего в Симферополе 17 платных парковок. Стоимость стандартная – от 50 до 100 рублей в час. Но иногда, чтобы пристроить свой автомобиль, сначала нужно постоять в очереди. На данный момент мест нет, но в течение 50 минут места могут освободиться. Кто-то приезжает, допустим, те же цветами. Это 5-5 минут. Какая-то доставка может быть, тоже пару минут. Кто-то по работе приезжает, приезжает на пару часов или на час. Парковка может заполнить за 5 минут. И неудивительно. По информации ГИБДД, количество автомобилей за последние два года выросло в три раза. На сайте торгового центра указано, что паркинг рассчитан только для посетителей. Чтобы припарковаться, платить не нужно? Вот сейчас и проверим. Экран указывает количество свободных мест. На въезде выдается талон на два бесплатных часа парковки. Каждый последующий час – 50 рублей. Наверху занято все, здесь места есть свободные. Люди, наверное, еще просто не знают об этом. Странно, что вокруг всего ТРЦ места забиты. Здесь вот спокойно можно заехать и припарковаться. Подземных паркингов в Крымской столице всего три. Второй – на улице Севастопольской. Третий – в районе Центрального рынка, но воспользоваться им могут только сотрудники офиса. Ольга Гусева, Артем Баранов. Утро нового дня.